Собачьи бои. Ребята, что такое собачьи бои? Расскажите мне. Мы только что встретили молодую пару с Алабаем. Большой Алабай девочка, которая еще молоденькая, которую растят. Что за истерики? Что за истерики? Ты тоже возмущен? Возмущен этой ситуацией. Молодая девочка, еще щенок, ей полгодика, и говорят, что буквально после полутора года будут выставлять ее на боях. В Харьковской области, в Харькове, по Украине, да и по России проходят нелегальные собачьи бои. Максимально возмущен, максимально. Я понимаю, что абсолютно разные взгляды на жизнь. В Китае кушают собак, и для них это норма, потому что они привыкли, их бабушки, их дедушки, отцы говорили, что это адекватно. Держи, тут кошка сидит, придерживай, придерживай. И поэтому у них кушать собак в порядке вещей. Для нас это максимально неадекватно и аморально, но в Китае это норма. Возможно, и собачьи бои, если испокон веков устраивали, то для людей это норма. Но мне сложно в 2020 году, когда настолько одомашленные животные, лучшие друзья человека, и их выставляют на бои. Есть схватки, в которых собаки дерутся насмерть, есть до первой крови. Напишите, кто вообще в теме, кто шарит, возможно, сможете мне реально объяснить. Лайк на видео, если считаешь, что нельзя проводить кровавые бои собака еще и до смерти. Посмотрим, кому можно среди наших зрителей заводить собак, а кому нет. И доверять, в принципе. Доверие пропадает, когда вы лайк не ставите. Ай! Ай! Потому что кроме заработка денег, я вообще не улавливаю, какие еще могут быть цели. Они гуляют со своей азиатской овчаркой салабаем на электроошейнике. Так значит, они не уверены в своей собаке, она может проявить свою агрессию против их контроля. Мое колхозное мнение, это значит, что у них не все окей складывается. Нервная система у собаки нарушена в плане агрессии и адекватности к социальному окружающему миру. Пара, которую мы только что встретили, необычные адекватные люди. Они едят абрикосы так же, как и мы. Они не идут, не пинают своих собак, не бьют палками. Они действительно с любовью, с заботой к ней. Как они могут во время схватки, во время драки... Я понимаю, что этот боевой дух гордится то, что ваша собака самая мощная, свирепая, сильная. Но вы же видите, как ее кусают, как ее разрывают. Причем это не случайная схватка на улице. А целенаправленно нужно привести, поставить перед чемпионом, который уже на опыте свирепо разрывает других оппонентов. Так. Прям в тему. Лекси, ты мой боец. Походу услышала, набралась сразу. Зарядилась. Мы говорим и нет собачьего. Мы закрываем конфликт, аннулируем его. Сразу, сразу аннуляция. Отмена. Аннуляция, аннуляция. Лекси зарядилась нашими разговорами. Короче. Я не могу логикой, логикой уловить, как хозяева целенаправленно могут смотреть, как сражается, причем на кровь с серьезными, серьезными, очень серьезными ранениями. Твое любимое животное. Мне очень сложно поверить, что ты растишь это четвероногое существо и потом просто ради денег. Не только же деньги. Ради наживы, ради наживы. Наверняка есть другие факторы. Может кто-то знает, кто-то бывал на боях, чьи-то знакомые сражались. Расскажите в комментариях, объясните мне, чтоб я логикой догнал. Хотя кроме собачьих боев устраивают и петушины, и таракани. Но наверняка на таракани бои мне было бы легче смотреть. Наверное, точно так же людям, которые нейтрально, абсолютно пофигистично относятся к собакам, легко смотреть на собачьи бои. Просто мне сложно понять логикой. У меня просто разрывается сердце, когда я смотрю видео, как собак кушают в Китае, как их забивают. Короче, трешняковые ужасные видео, думаю, многие видели. Если вы сейчас в Китае смотрите это видео, пожалуйста, не кушайте собачьих. Хотя бы пока идет это видео, выклиньте. Поставьте на паузу ваш завтрак. Когда детей в этой среде воспитывают, рассказывают, что это как и курица. Ведь мы кушаем курочек, и нам не жалко, нормально кушаем. Хотя тоже это живое существо, птичка, рыба. Но мне при этом в всем понимании, что это адекватно у одних людей, у других нет. Мне очень сложно это принять, что собак выращивают для еды, и собак отдают на собачьи бои. Прям больно об этом думать. Подписаны? Да. Красава. А где, на ютуб? Да. Красавчик. Пошли, пошли, Най, пошли. Да, ну вы, да, ну вы. Очень кайфовые эмоции тут. Майк, ты говоришь, что это? Вы слышите, что там творится? Иду, просто слышу. Да ну, это гуляет Хасмут. Ну а вообще за 100 рублей Майк, конечно, кому угодно наваляет. Так что, если что, пишите. Я шучу, шучу. Майки тут уже сразу, ух-ух. Да-да-да, где мои 100 рублей? Ну а ты что скажешь? Я считаю, друзья, что, ну, нет. Нет поднятию цен на нефть? Нет. Нет? Мы берем поднятию, повышение цен на пенсию и вот, наклеечку подешли тоже, чтобы все. Спасибо, спасибо. Ох, какие колючие тут терни вокруг. Я на самом деле воняю чисто от незнания. Просто из-за того, что я этого не догоняю. Просто об этом не задумываюсь и все окей. А сейчас встретил ребят и как-то прям бунт в голове. Я однозначно не разделяю это. Но хотелось бы, конечно, пообщаться с людьми, кто это организовывает, кто туда отводит своих собак. Просто понять, что ими движет. Понять, что ими движет. И просто пообщаться. В любом случае, оставляем с Майком ссылочку на организаторов, высокие коэффициенты, регулярные выплаты, записывайте своих собак. Я шучу, 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 шучу. У нас такая разговорная, бурчащая прогулка получилась. Чувствую себя дедом, который вышел к подъезду. Ох, проститутки. Нет, нет. Посмотрели сейчас, вот как прошла собака. Вот, разве так можно с собакой? Точно не такой? Не-не-не-не-не, ты не такой. При этом в интернете наблюдаю кучу видосов, как и взрослые дети пинают котят. Какая дичь только не происходит. Но такое бывает, случается. То есть для людей это норма. Все, уже не в ту степь понесло. Остапа, надо закругляться. У нас была долгая пауза с видосиками. Сейчас они начнут опять регулярно выходить. Поэтому обязательно поставьте колокольчик, кто еще не поставил, чтобы не пропустить. Новые крутые видосики. А вы знаете мрачную и очень кровавенькую историю про Майка? Я еще 2-3 года назад выпускал видео о том, как Майка украли бомжи. Все видели этот видосик? Если кто-то не знаком с этой историей, я оставлю ссылочку в описании. Потому что это одно из самых таких эмоциональных событий с собаками, которая у меня связана. На Майку было всего лишь полгодика и его украли бомжи. Короче, посмотрите, послушайте эту историю. Красавчик мой, протарахтели мы всю прогулку. Ну, в смысле, я протарахтел. Все, следующие видосики будут более насыщенные. Я надеюсь, что вы мне поможете разобраться с этим бунтом в голове. Просто вышли на прогулку. Такое встретили. У меня куча вопросов сразу в голове. До следующего видосика. Кто еще не подписан, обязательно подпишитесь. Все, всем пока.